Сегодня в российских школах стартовал досрочный этап сдачи ЕГЭ, который продлится до 10 апреля. Первыми экзаменами стали география и литература. Об этом сообщили в региональном министерстве образования. Досрочно сдать единый экзамен смогут выпускники прошлых лет и студенты профессиональных учебных заведений. А их на сегодня в ТУВе более 400 человек. Сдать ЕГЭ в другие сроки можно только при наличии уважительной причины на основании справки. По данным института оценки качества образования региона, всего на экзамены по географии и литературе зарегистрированы 31 человек. Экзамены проходят с применением новых технологий. Технология передачи экзаменационных материалов по сети интернет, получения КИМ по сети интернет, технология печати контрольно-измерительных материалов в аудитории и сканирования экзаменационных материалов в штабе пункта проведения экзамена. На 9 часов 40 минут все процедуры, которые касаются организации экзамена, прошли в штатном режиме. В 9.30 члены ГЭК получили федеральный ключ, который позволит расшифровать экзаменационные материалы, установленные на станции печати. Все процедуры идут в штатном режиме. Отметим, что в текущем году учащиеся 11 классов впервые будут сдавать единый экзамен по китайскому языку. По этому предмету тестовые части на экзамене не предусмотрено. ЕГЭ пройдет в виде обычной контрольной. Как и раньше, обязательными экзаменами для получения аттестата являются русский язык и математика. Если выпускник планирует продолжать обучение в УЗИ, он может сдать еще 2 или 3 экзамена по выбору, необходимых для поступления в институт. При этом некоторые изменения в порядке сдачи ЕГЭ в 2019 году все-таки появятся. Если раньше школьники могли сдать как базовый, так и профильный экзамен по математике, то сейчас им придется выбирать только один уровень. Если они получат неуд, можно изменить уровень для повторной сдачи экзамена в резервный день. Это позволит ученикам, которые не справились с профильным уровнем по математике, сдать базовый и получить аттестат об окончании школы. Также по новому порядку выпускники прошлых лет, уже имеющие аттестат, не смогут улучшить свой результат на едином экзамене по базовой математике. А вот в желании пересдать ЕГЭ по математике на профильный уровень им не откажут.